Инновационные технологии в респираторной медицине. Форум на заданную тему объединил пульмонологов, аллергологов и эфтезиаторов из различных стран. Специалисты обсудили наиболее эффективные методики профилактики и лечения. За обменом мнениями и опытом наблюдала Камила Зарибхан. Согласно статистике, ОРВИ составляет 50% всех острых заболеваний. Их возбудителям могут быть различные вирусы. В настоящее время их выделяет более 500. Раньше считалось, что пик заболеваемости приходится на межсезонье. На ученые придерживаются иного мнения. С учетом того, что ежегодно в мире эта инфекция поражает миллионы людей, назрела необходимость применения более эффективных, инновационных методов лечения. Новые направления и тенденции в респираторной медицине обсудили участники первого узбекистанского пульмонологического форума. Очень дискутабельные вопросы, как правильно лечить. Положено начало большой работе. И эти конгрессы будут с определенной периодичностью повторяться. Мы делимся своим опытом. Мы перенимаем опыт узбекских коллег. В нашей стране сейчас создаются условия для стопроцентного доступа к диагностике этих респираторных заболеваний. За последнее время мы достигли больших результатов в борьбе с туберкулезом о том, что подтвердила Всемирная организация здравоохранения в прошлом году, присудив Узбекистану лидирующее второе место по успешности реализации национальных программ туберкулеза. В планах, которые у нас есть на будущее, мы сможем создать все условия для того, чтобы любой гражданин нашей страны, где бы он ни проживал, на любой территории, в любом районе, смог бы при первом же обращении получить квалифицированную, специализированную пульмонологическую помощь. По мнению участников, новые подходы к диагностике и лечению будут способствовать более эффективному выявлению и установлению контроля над респираторными заболеваниями. Дискуссия отечественных зарубежных специалистов, обмен опытом позволят в значительной степени повысить качество жизни пациентов.